28 мая так продолжает идти вопросы и сами задают ответы вопросы по одним вопросом ответы по другим интереснейшая переписка вот и именно вот этот небольшой фильм я назову знаете как я назову его что этот самый садоват который вы сейчас увидите это не его профессия хотя у него успехи определен это его диагноз итак поехали начнем с того что он задал мне вопрос вот этот вопрос интересно было бы увидеть фильм про чешу бандера побольше узнать если есть такое видео подскажите по счету вашем сайте поищите единственное что я не могу 4000 фильмов я все утону и сам уже в отчаянии и тогда я сказал себе нет реестров нету вне секретарь не хватит им заниматься и систематизировать хотя бы по названию помню рядом с великим это часть названия моего фильма двух фильмов о бодре ищите сами раз теперь несколько слов про черешню вот сейчас соображу я не нет нет давайте это будет отдельный разговор это просто было так сказать для затравки так вы сейчас не будем а у вас ваш диагноз садовод диагноз и он поставил я специально вот так сделал крупный план дальше будем листать только фотографии фильмы нет потому что плохо воспроизводит телефон плохо воспроизводит компьютер фотографии я смогу комментировать и еще здесь текст есть смотрите попалят все подряд вы сейчас увидите тех же которых такое это ужас мне заранее жалко я вам уже сказал радикулит обеспечен вот но уже не от того что традиционной технологии это перекапывающий весь сад но все равно хватит работы еще напугала вас и так вот это ваш фотографии листописо крупные желтые они же фаина а понятно значит это видимо местный подвой а этого наверно прививка фаина ну да пусть я так буду думать дальше вот его человек который показал сердцу лицо и пишет чтобы вы знали как я выгляжу очень люблю фотографируется но сделал давать исключение спасибо вы знаете для меня это очень важно почему потому что тут случается такое вот думаешь ой какой молодой голос потому кажется за 70 и наоборот как-то и по голосу пытаются уме нарисовать внешность и постоянно ошибаюсь теперь я вижу вот идем дальше спасибо и вот вы начали работать крен и сахарные орехи грецкие шелковица миндаль павлония ухты что такое интересно обманул его 6 видов дубов у меня растет да обманывайте дальше если интересно то потом на фотка мне все интересно я почему-то уже не как раз находили мы такие странные орешки некоторые сказали да это же дубы у нас зубов нет но это ладно другой раз поговорим так смотрим что вы тут на привале проснулись поздравляю так вы как и место красивая возле волги да дальше идет мыши с грецким сделали они стали порастать ну что я скажу плохое дело так теперь а это лимоник идиос корея уже мой учет ботанический сад если потяните еще черный про 20 сантиметрах ну-ка-ну-ка есть это черный орех или черный абрикос и на то похоже на то так грядки с абрикосами так королевский один только зашло ладно может быть и торгу зайдет там нет сейчас и происходит так еще академики поздравляю ассорти тоже моё поздравляю знаете что такое ассорти мама непонятно кто уж папа тем более это интересно рыжий интересно серофима много зашло поздравляю так а это уже рассажены орехи да вот теперь какие черные грецкие манджурские а тут написано прямо на черноте черные поздравляю вот так у меня черные орехи входит в мёдрах еще раз поздравляю прямо через мох так манджурские это внизу может не видят мелких шрифтов манджурские вообще заросли она на его грязки за лишь партии семян то есть рефикация проходила одинаково пустыня до схода там все мыши сыграли ну что я скажу грязки так подмёрзшие в начале мая черные выживают поздравляю вот они какие скорость великолепная эти два ящика дружно сходящие ранецко одичавшие термин ранецко одичавшие это мой термин значит моё дружно сходит грушу сирийский дальше опять бархат ну куда столько ёб моё так чесночок вымахал один из любимых овощей уже можно сказать свою соль потому что на каждый год для посадки отбираю лучи головки и так их много ох у меня столько вопросов по этим самым по овощам накопилось вот например если взять картошку взять не одну а допустим со ста гнезд разобрать мелкую высадить крупную не разрезая высадить и крупную разрезав на 3-4 доли согласно этим самым глазкам высадить и посадить тех будет больше урожая а то мы все наравим мелкую садить это какая-то экономия а вдруг эта экономия приводит деградация картошки это сейчас не знаю а так как я уже привык что у нас вот так всё принято вот сади не думай сади не думай а вдруг всё таки окажется что надо брать крупную картошку на посадку не экономия или крупную на разрезанную на части но не мелкую может кто то ответ сейчас знает пожалуйста поделитесь так мыши с отличным темно вот что мыши с отличными темно коврами грецкими сделали обидно самое вкусное они ж не дураки так дуб ливанский взошёл один из моих радостей второй год пытаюсь вырастить хочу коллекцию разных домов собрать высадить рощицу пока у меня растут пять видов ё-моё когда же конец с тобой шестой красавец за забором красота так осад у меня такой кругом травка растёт и муравейники слава тебе Господи вот я про муравейники что у вас муравейники есть один из муравейников извините что много фоток не по теме но хоть с вами поделиться связь плохая фотографии долго забраться будут да долго забраться так бархатом русский ценнейшая вещь чёрный красавец так и наверное на этом всё я сейчас что сделаю пока я вас поздравляю ещё скажу несколько слов слова это будут вот такие заметили я быстро выскочил оттуда почему потому что там рядом фотографии там всякие чужие ой эти телефонные я боюсь вот поэтому на этом мы остановимся скажу только ещё несколько слов каких вы заметили вот я сегодня у компьютера здравия работать нет вот вчера работал вчера снимал фильм завтра поедусь завтра у меня будет почётный гость Тотров Владимир Александрович один из ведущих садоводов Хакаси если не сказать громче вот настоящий садовод уникальный он едет ко мне в гости я уже заранее думаю господи его лучшие сады по этим сливам по грушам вот один из лучших по солю культурам чем его удивить то господи вот вот попробуем разговаривать о наболевшем и тогда надеюсь фильм получится не только для нас двоих интересных но и для всех а теперь последние слова в адрес автора вот этих фотографий так получилось что я теперь боюсь опять заходить туда поискать фамилию поискать этот самый что еще надо адрес поискать только слово Волга видел вот и так как здесь мы это не засветили это будет название то есть там будет фамилия и адрес ну какой адрес общий скорее всего какой-то этот Волгский район Волгская область вот это пойми Волги скорее всего так и все вот когда ко мне плеть будут кто-то писать рассказывать вот делиться с таким расчетом чтобы я выставил на общее обновление пожалуйста заранее предупреждайте нужен мне полный адрес ведь то что натворил вот наш товарищ Волгальный то что вот этот который вы сейчас только видели его лицо минут 20 назад этот товарищ вот возможно в будущем потом никого потому что пора раскручиваться вот так вот если да он увидит этот фильм и пришлет мне данные и я пока завтра вебинар вебинар я об этом расскажу уже там более точные данные на этом благодарю за внимание вот судя по названию часть сада защитная часть сада это же на Волге а так как считается что там вообще сибирским сортам делать нечего не сортам нет клоном образцам кормом сибирским то естественно вот все что вы видите все это он сделал зря повторяю вот сановод это не профессия это диагноз а профессия его ни с чем будет встать потому что больно он развернулся господи куда это все это садить собрался вот я его даже где-то сочувствую до свидания друзья до новых встреч вебинар завтра понедельник 16 по Москве по отец кормили по еды а чек написала вот это